Смотрите, какой контраст. Это не небо, это просто революция времен. Березы еще на солнце, а небо уже чернючее. Но нас это не остановит, мы сажаем лук порей. Со стороны поля скопала сначала вот такой ров. Видите? Теперь со стороны этих досок я буду в другую сторону копать еще этот же ров глубже. Потом я вот этой штукой сделаю отверстие в земле еще на максимальную глубину. И туда буду совать корешки лука порея, разворачивая его и засовываю туда. Сверху полью чуть-чуть лейкой, земля захватит корень и так это все дело останется. Когда он подрастет чуть-чуть, я сначала с одной стороны холм уберу, засыплю, потом с другой стороны. Потом здесь его еще можно будет окучить. И так мы будем получать с вами хорошую белую длинную ногу. Вот получилась такая канава на глубину около 25 сантиметров. Сейчас будем делать отверстие в земле для корня. Берем такую штуку, ну или не такую. Втыкаем максимально глубоко и делаем вот такую вот... О, гремит как! Все, да? Нас прогоняет небо? Ой! Надеюсь, нам в задницу-то не ударит молния, пока мы тут лук в порей сажаем. А то помрем и шелку не поносим. Так, ладно. Короче, понятно, да? Я тороплюсь, все. Вот такие луковки у нас получились. Разворачиваем, значит, не размочила. Представляете? Ну, сейчас меня размочат вместе с луковками, я чувствую. Сейчас водичку... Пока бегаю за водичкой, все будет потеряно. Так, ладно, пока одну штуку покажу вам. Вот она, вот такая растишка. И вот так мы ее аккуратненько... О, все, дождь пошел. Максимально глубоко пытаемся засунуть. И чуть-чуть прикопать. Вот таким образом. Ой, все, я побежала. Да, поехали. Смотрите, сколько червей после дождя вылезает. Их просто кишит, их невозможно обойти, не наступив. Как только включаешь свет, они тут же прячутся. Это ужас. Надо корму раздать фонарики и пустить их во все тяжкие. Вот так выглядит лук-порей через два дня посадки. Вот эти тростиночки, былиночки у нас все растут, стоят. Никакая не упала. Приживаются корешки. И где-то недельки через две, когда он подрастет, потолщает, я с одной из сторон этот холм уберу, присыпав их. Потом с другой стороны. Вот так и получается, что окучим мы его уже в середине лета, после середины. И будет хорошая белая нога.